Привет, я Арнес Монтаниоль, ведущий визаж из Шанель в России. Сейчас я продемонстрирую вам макияж в золотистых тонах. Перед тем, как приступить к макияжу, необходимо увлажнить кожу. Мы нанесли крем для области вокруг глаз Боте Инисиаль, увлажняющую сыворотку Гидромакс Бьюти и бальзам для губ Гидромакс Плюс Актив. В качестве тональной основы я использую легкий увлажняющий флюид Витолюмер Аква оттенок B20. Для того, чтобы подчеркнуть линию брови, я использую тени для бровей Ле Сюрсиль де Шанель оттенок Медиум. Окрашиваю ресницы. Для этого использую тушь и Неметаболь Апстанс оттенок Блэк. Окрашиваю как верхние, так и нижние ресницы. Карандашом для век, для краюн Йо оттенок Грунтик, провожу линию по верхнему и нижнему веку, вдоль роста ресниц. Затем слегка растушевываю ее кистью. Для макияжа век я выбрал два оттенка теней. Коричнево-бронзовый из палетки теней Эликатор Омбер номер 36. И кремовые тени Элизион Домбер оттенок 89. Для того, чтобы замаскировать недостатки на коже, я использую корректор Экля Люмьер. Главный акцент макияжа век – это кремовые тени Элизион Домбер. Они прекрасно наносятся как кистью, так и подушечками пальцев. В данном макияже я наношу кремовые тени поверх сухих, на середину подвижного века. Для придания лицу свежести наношу румяна «Жу Контраст» номер оттенка 30 из коллекции «Роботы», которые представлены только в бьюти-бутик «Шанель». Так как макияж век достаточно интенсивный, на губы наношу светлый оттенок помады «Ружалюр» номер 81. Если вы хотите создать выразительный вечерний макияж, нанесите на губы ярко-красную помаду. В данном случае я выбрал помаду «Ружалюр Вельвет» номер 38. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова